Ростов-на-Дону, футболы и нагайки Эммануэль Гринспан Литемпс, Швейцария 19 июня 2018 года Часть фольклора или назойливая полувоенная организация Прибывающим в Ростов-на-Дону болельщикам предстоит познакомиться с казаками Настоящим концентратом неоднозначности современной России Которая постоянно колеблется между мягкой и грубой силой Представителям этого бывшего царского ополчения Которое возрождается в последние годы в южных регионах России Поручено внести свой вклад в обеспечение безопасности во время матча и чемпионата мира по футболу Около трех сот казаков будут патрулировать территорию от аэропорта Платова Имя знаменитого казачьего атамана и прозвище Владимира Путина в году учебы До стадиона Около полусотни будут разъезжать на конях в парадной форме Остальные будут курсировать пешком в традиционной одежде Яркие цветы и высокие шапки позволят с легкостью отличить их от полицейских омоновцев в камуфляже Три назначения на гайке мы уже 10 лет обеспечиваем безопасность во время футбольных матчей в Ростове-на-Дону Заверяет нас первый заместитель атамана Михаил Беспалов С удобством расположившись в своем кабинете в здании регионального правительства Над головой у него висит портрет Владимира Путина 18 лет, поправляет его молодой пресс-атташи Недавно мы принимали в Ростове два матча Лиги Чемпионов Болельщики Манчестера боялись, что их встретят на гайками Но мы раздавали им кофе и шарфы Не было ни одного инцидента, рассказывает Беспалов с добродушным видом Знаете, у нагайки есть три назначения – бить жену, коня и починенных Шутит он, поглядывая на пресс-атташи Да, можете это записать Если мы увидим целующихся геев, то сообщим о них в полицию В начале июня один из командиров Донского войска, его возглавляет Беспалов, заявил оппозиционному журналисту Если мы увидим целующихся геев, то сообщим о них в полицию Эти слова обеспечили казакам новые большие заголовки Его подловили на вопросе, возражает Беспалов, сохраняя улыбку Нужно соблюдать нравственность, существуют пределы Мужчины могут поцеловаться, если они счастливые, но только по-дружески По его словам, казаки будут действовать строго в рамках закона Стремясь вернуться к футбольной тематике, он заверяет, что его люди любят спорт Нормальный мужчина не может не любить футбол Мы счастливы тому, что участвуем в чемпионате мира, и сделаем все, чтобы у всех гостей возникло желание вернуться Добавляет он, чтобы развеять любое недопонимание Мы, гостеприимные люди, встречаем всех с открытым сердцем Беспалов не согласен с тем, чтобы его называли чиновником Хотя он сам и его 300 казаков получают жалования из регионального бюджета При этом атаман, то есть его прямой начальник, является заместителем губернатора области Мы, часть идентичности Ростова Без нас региона бы не было, утверждает он Подорванная революция и традиция корней казаков уходит в XIII век Их ряды были сформированы из бывших крепостных, искателей приключений, наемников и людей из кавказских народов Постепенно они сформировали социокультурную группу, которой пользовались цари для защиты рубежей империи Их блестящая репутация померкла после того, как их использовали для подавления революционных демонстраций в 1905 году События 1917 года раскололи казаков Большинство присоединилось к противникам большевиков И было уничтожено или отправилось в изгнание После распада СССР в стране появилось несколько групп казаков Но их легитимность вызывает вопросы Настоящих потомков казаков осталось лишь горстка, считает политолог Дмитрий Абрасимов Казаки Донской армии полностью интегрированы в вертикаль власти Их создали для того, чтобы помешать политическим планам самых радикальных казачьих групп На самом деле, некоторые казачьи группы представляют собой военизированные организации, которыми движет ультранационалистическая ксенофобская идеология Так, расположенный неподалеку от Ростова на Дону союз казаков России не скрывает Что сражался на Украине на стороне сепаратистов И до сих пор удерживает позиции в Луганской области Некоторые из наших людей сражались в Донбассе и Сирии Мы не можем им помешать Некоторые не вернулись оттуда, признает Беспалов Продолжение следует...